Всем лайтового денечка или вечерочка, с вами я Лайтер и сегодня я буду приручать Капразуха, потому что я его в принципе уже давно хотел приручить, у меня также есть биотоксинчик, который я добыл с медузок, так же у меня есть винтовка моя починина и куча к ней еще патронов, да, вот седло тоже имеется у нас для Капразуха и давайте сейчас в принципе пробронируемся, чтобы более-менее было нормально и можно было жить, ну в принципе Капразух у нас прикольненький, он ничем не подметает альбиноса, он тоже достаточно такой светлый белый и такой красный глаз, прям альбинос с альбиносом, вот, красивая у него достаточно краска, кто-то ужасный, вроде неплохо, так, 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 надо еще создать нам костер, потому что уже скоро ночь, так, нам нужен камень, так, топорик, 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 иди посюда, а вот и ты, так, ломаем, добываем, 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 сейчас еще и кремина добудем, нам нужного много, такс, и что там еще осталось у нас, дерево вроде бы, да, дерево ведь, такс, да, нужно еще два дерева, но это не проблема, пальма растет, хрясь, все, можно крафтить, такс, ищем снова костер, вот он и ты, создаемся, так, ну теперь ждем, когда это все создастся, он уже создался, поэтому теперь можно экипировывать, чем не экипировывать, оставить рядом, я это уже сделал, как вы видите, кобразухчик у нас приручается, биотоксин идет, я уже пристрастился к этому веществу, потому что оно время намного, намного жестче, чем транквилизаторы, топорик, в жабе все это время была первосортка, все это время, ладно, кобразуху, оживили первосортку, ну, как вы видите, уже ночь, я, как вы видите, сделал склейку, я же еще мясо заодно, а то у тебя его маловастенько, такс, и еще кое-что, вот тут вот я начал приручать птерчика, который уже практически приручился, также биотоксины мне помогают его конкретно поднимать, возможно, мы даже скоро поднимем через динозавра, как вы думаете, вот кого мы будем приручать уже совсем скоро, это будут алазавры, потому что я считаю их реально очень сильными, особенно если стая, потому что альфач, он будет использовать свои эффекты, а именно половина от получаемого урона сокращается, и половина наносимого урона увеличивается, плюс у альфача будет наноситься жертвам кровотечение, соответственно, мне надо приручить троих альфачей алазавра и кого-нибудь конкретно из них прокачать, чтобы он стал альфой, и таким образом ходить вот так вот с тимой, и плюс под бафом для сердечек, еще в скором времени, возможно, мы будем приручать ютика, и плюс баф от ютирануса, плюс баф сердечек, плюс баф альфы, это будет просто аннигиляторная пушка, если еще это будет и высокий уровень, большим количеством хп и урона, то я тогда смогу тупо весь мир нагибать. Ну а пока что я могу довольствоваться только Рексом с Семеном. Совсем скоро мы уже покорим сушу, добыв стаю алазавров и добыв, собственно говоря, седло для Рекса, тогда суша будет покорена, останется вода и воздух. Воздух мы завоюем, как только приручим Кетцеля, а воду мы приручим... чего я сказала? А воду мы сможем укоротить, когда приручим Спинозавра. Вот такие вот у меня, короче, планы по покорению этого мира и по захвату его. Так, уже рассвет, собственно говоря, уже все хорошо. Костерчик скоро уже можно будет убрать. Так, как там у нас Птер? С тобой все, окей. Да, в принципе, сейчас еще два раза покормится и, собственно говоря, у нас будет свой новенький, уже который Птер. Это уже будет по кайфу. Такс, парацетерий, парацетерий, он и тут. Такс. Ну, я думаю, еще будет очень долго приручаться, но ничего, мы подождемся. Так, Птер там не скушал? Скушал. Последняя кормушка ему осталась, и все. Да. Такс. Ну, пока что, давайте проверим, нет тут никаких топовых существ, потому что если будут, то это шикарно. Но, вроде бы, никаких топовых существ нет, так бы я бы приручил кормить посильнее жабу, сот вакуумеру. Тогда бы было вообще шикардос, потому что плюс эффективность будет минимум где-нибудь уровней 40. Вот, плюс еще уровень ее будет сначала меньшего количества экспей давать, в течение просить. Всего 20, и таким образом мы легко это все прокачаем. Это будет очень хорошая жаба, а как вы знаете, жабки это просто машина. Ух ты. Ты еще и кремов Дрима. Такс. Чего у меня так много? Так, вот это выбросим. Так, что еще можно? Кремень выбросим. Камни выбросим. Все. Что еще можно? Ну, в принципе, наверное, все нужно. Окей. Такс. Собственно говоря, Капразоха у нас. Как себя чувствует? Я сейчас подумал, что он поднялся, потому что, ну, прям, очень похоже. Так, костер уже не нужен, разрушаем, экономим все-таки. Все, спасибо за все ресурсы. Не, ну, конечно, прям, у нас очень красиво. Мне, в принципе, везет. Почему-то всегда она красиво существует в арке, но кроме птер, потому что, ну, птер мне не очень нравится какая-то мятная жвачка Ментос. Возможно, так я его и назову. Собственно говоря, приручаются все у нас. Так. Может быть, ты с помощью кибла будешь получше приручаться? Поменьше пошло. Я так понимаю, лучше мы кибл разберем, потому что, если что, вдруг это будет идти на аллозавров. Я, прежде чем, конечно, идти приручать их, я сначала, конечно же, осведомлюсь, какой у них любимый кибл. Если это будет кибл из дудо, то это будет просто покайфус. Потому что дудошка у меня есть, и она конкретно у меня несет яйца. Это, как бы, остальных ресурсов у меня тоже в достатке. О, птерчик. Почему-то мне сказала в племя. Ну ладно, предположим. Такс. Ну что же, молодой человек. Чупапи ему няню. Такс. Теперь нам осталось подождать только, когда у нас приручится наш с вами капразох. Да. А вот так вот прям реально выглядит, как будто он встал. Ладно, в термин всегда такие баги. У этого уже 80%. Это, в принципе, 3-4 раза ему еще покушать, и он наш. Это уже явный успех. Так. Давайте мы сейчас пока что ягодки пособираем. От нее хрен делать. Кстати, мы уже скоро со всем будем, сможем крафтить металлическую броню. Вот и за ним уже и сможем создать седло для аргента. Что тоже очень шикарно, потому что тогда мы сможем просто взять в свои лапки аргента анкилозавра и просто начать хреначить железные рудники или как они там называются. И просто у нас будет настолько много металла, что это вообще будет просто шикардос. Самое главное просто топливо рубить. Но топоры как бы у меня имеются. Если что, солома тоже. Поэтому топливо это 100% не проблема. Вот. Я до сих пор почему-то у меня многовато очень веса. Меня это очень сильно подбешивает. И еще раз он покушал. Теперь-то точно три раза он должен поесть. И он получается наш. Так. Давайте еще раз осмотримся по нашим владениям. Нет ли тут кого-нибудь прямо имбового? Нет. Никто нам не угрожает. Опачки. Жапки мы перевешены. Давайте что мы будем выкидывать? Выбросим металл. Выбросим дерево. И выбросим еще, я думаю, солому. Давайте так. Ну и в принципе тут особо ничего нужного, ничего нету. Все остальное мне надо. И как вы видите, седло, как я уже говорила в начале видео, у меня имеется. Оно весит 20 килограмм. Это в принципе мой основной, так сказать, баланс. И еще одна мясная тушка уходит к нашему капрозуху. Ну, собственно говоря, текстурка у него красивая. Почему я решил его приручать? Во-первых, он достаточно быстрый. В-третьих, от укуса он будет выносить выносливость абсолютным всем динозаврам, которые он укусит. Если она опустится до нуля, то все, пока жертва не умрет, выносливость больше не будет повышаться. Ну или если не будет приручено. Соответственно, это очень сильно имбово. Плюс он может хватать некоторых существ, подобно Аргентавису. Конечно, да, у него не такой широкий размерчик. Максимум он, кого может утащить, это Раптор. Это максимум. Остальных он всех, в принципе, хватать может. Делок, там всяких дудошек, человеков и всякого такого. Так что, по сути, капрозух он двухместный. Можно и так сказать. В общем, хорошая живка. Еще она, когда хватает, она совершает прыжок. Поэтому надо еще рассчитывать. Но так прыжок будет очень сильно помогать, потому что он также будет очень быстро, так сказать, лететь. Ну и, конечно же, вот этот вот капрозух, он будет максимально жестко помогать моим существам приручения. То есть, допустим, тот же Ютик или же Алазавр, как в следующем случае. Просто мы кусаем несколько раз его капрозухом. Все, у них в носовости ноль. Она больше не будет восстанавливаться. Мы можем просто им спокойно настреливать и отходить. И это просто шикарно. Вот. Корнотавр, тираннозавр, абсолютно любые существа. Лишь на... О, привет. Капрозуха. 720-х, по-у-тебе, 70 уровень. Держи щеглом. Ну что же. Давай мы тебя испытаем. Опачки. Снова я перевешен. Такс. Что выкинуть? Нельзя ничего выкидывать. Блин. Ну давайте выкинем его. Что еще? Ну давайте кирке, потому что у меня их много. Если что есть, крутая кирка. Так, все. Все, мы больше не перебили. Блин. Секи, он так достаточно медленный, потому что перевес шинляр. Надо будет прийти, после того, как мы придем на балл, надо прям подсортировать вещи. Может так будет? Типа, у некоторых динам, если это в инвентаре, если мы вводим назад, то меньше. Нет, все так же. Ладно, окей. Тогда возвращаем нас. Ух ты. Но прыгает он реально круто. Сейчас я хочу кое-что проверить. Что будет, если с возвышенности я не замечала? Отдай мне мои вещи. Так. Вот это мое. 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 Все мое. Так. Езжали теперь. Проверим, насколько он хорошо будет проведать себя в прыжке с возвышенности. Если у него еще и нет урона от падения. Чего? Это еще жестче, чем шаба. Ха-ха. Даже ш... Ах, что? Просто полуострова с одного прыжка. Ё-моё. Ты чё такой жесткий? Что будет, если тебе скорость передвижения качать? Я не понимаю. Что это за скорость? Вот, смотрите, вот Дилка. Оп. И мы его реально схватили. Блин, шикарный Дина. Я в восторге. Сейчас мы его просто можем вот так вот загрызть. Вот так вот. Прям. Тран-тран-тран. В общем, это аргент на минималках, ребятки. Все. Минус Дилфазавр. Господи, это так круто. В принципе, очень классная Дина. Еще и такой красивенький. Очень похож на альбинос, как я уже говорил. Или на цвет такой какао, капучино. Блин, красивый. Капурзух у нас реально очень красивый по окраске. В принципе, мне нравится текстурка капурзухов. Вот. И, в принципе, этот шикарный ездовая Дина, потому что он может еще и приручать некоторых существ. Дилфазавров разных, там, дудошк, рапторов. Просто, наверное, можно взять альфача и спокойно по нему настреливать. Прикиньте, как настолько это был бы им баланс. Просто я просто взял альфа-раптора и начал просто калашматить. Это же просто жесть. Но, тем временем, пока я рассуждал, что можно делать с капурзухом, мы уже на месте. Так, свистим всем стопе. 28 существ у меня уже. Так, жаба на месте. Птер, как всегда, шакалится. Все, вроде бы, сел. Ты где? А вот он. Вот он наш... Блин. Ладно. Сейчас мы выпьемся из этой ситуации. Садимся на карбонемис. Оп. И все, и погнали дальше. Вот такое вот, собственно говоря, у нас птер похожа на Мендос. И пока, кстати.